Всем привет подписчики и случайные зрители! Вы на канале Покашеварим, а это означает, что сегодня в вашей жизни будет что-то вкусное. Сегодня мы с вами приготовим классический немецкий песочный пирог, который называется Штрейзель. Если быть точнее, то Штрейзель это слово, которое означает дословно, ну типа, посыпанный, то или посыпать, что-то типа такого. Это означает, что пирог будет песочный, сверху будет песочная крошка, а внутри начинка и отдел фантазии. Я сегодня сделаю из яблок, мне кажется, яблочное это самое то. Ну можно в вишенку, любые ягоды, все что хотите. Готовить мы будем в разъемной форме, это максимально удобно. На низ я всегда вот так вот кладу кусочек, ай, не сработало, кусочек пергамента и потом закрываю. Нижний слой борта надо смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Я сегодня использую легендарное новозеландское масло Анкор. Настоящее сливочное масло из настоящей Новой Зеландии. Именно в Новой Зеландии коровы живут в уникальном климате, гуляют по пастбищам, где зеленая травка растет круглый год. И кстати, если вы не знали, Новая Зеландия не находится под продуктовым эмбарго, но по крайней мере сливочное масло точно. Поэтому из Новой Зеландии совершенно спокойно привозится масло сырье, фасуется уже у нас здесь в России. Это настоящее сливочное масло категории Grass Fat, что дословно означает «вскормленный травой». Это легендарное масло, я помню его еще и с детства. Серьезно, я когда был маленький, вот бренд Анкор был на полках магазинов. Не так-то много всего было, но бренд Анкор был, вот это маслица. И у него действительно такой прекрасный сливочный вкус, который вот легко там обогатит вашу кашку, бутербродик, да все что угодно, ребят. В том числе и сегодняшний наш офигенный песочный пирог, где сливочное масло это один из главных ингредиентов. Берем немножко сливочного масла. И какой-нибудь салфеточкой, так удобней, или кисточкой, нанесем масло на форму, на дно и на края. Немного форму присыпем мукой. А лишнее можно стряхнуть. Форму с маслом и мукой пока уберем в холодильник. Для песочного теста нарежем сначала маслица. Примерно 400 граммов муки берем. Добавляем 100 граммов сахара. Я еще добавляю щепотку ванилина, или можете использовать ванильный сахар для аромата. И немного разрыхлителя теста. Я делаю на глаз, ну где-то граммов 5. Все перемешаем. Это тесто лучше немножко посолить. Всегда хорошо чуть-чуть солить сладкие блюда. Теперь забираем масло. И будем замешивать песочное тесто. У нас должна получиться такая крошка. Сейчас вы увидите. Получается вот такая вот масляная крошка. Видите, да? Часть этой крошки мы отложим. Это как раз и будет штрейзель. И потом добавим еще яйцо в оставшуюся часть, чтобы сделать основу пирога. Я думаю, вот столько должно хватить. А в основу я добавлю одно яйцо для клейкости. И может быть при необходимости еще добавлю муки. Сейчас я замешаю, посмотрю, как это будет. Все, тесто можно собрать в ком. Тесто завернем в пленочку. И в холодильнике оно может лежать до необходимости. Эту оставшуюся крошку уже с яйцом тоже можно использовать в качестве добавки к штрейзелю. Они более крупные такие частицы. Видишь? Вот так вот перемешать их. Теперь большой кусок нашего масла распределим по форме. Его раскатывать. Ну, то есть, если бы мы добавили еще яйцо, оно было бы более такое жидкое. Но я решил его сделать, как сказать, максимально песочным, что ли, да? Поэтому его распределяем именно вот так вот. Я обязательно делаю борт. Сами знаете почему. Правильно, потому что у нас будет начинка. Мне кажется, отлично. То есть, даже легкая какая-то небрежность на бортах, это как раз фишка песочных всяких пирогов. А поэтому я не буду стараться прям очень выравнивать, дно стаканом уминать. Ну, это абсолютно лишнее. Все, форма готова. Опять-таки, давайте пока уберем в холодильник. Теперь мы можем подготовить начинку. У меня это будут яблоки. Я их сначала очищу. Хотя можно, наверное, и с кожурой добавить. Но я все-таки хочу чищенных яблок. Для пирогов вообще выбирайте самые, вот серьезно, самые кислые и самые плотные яблоки. Вот этот закон, который всегда работает и в шарлотке, и где угодно. В том числе и здесь. Кислоту можно с сахаром сбалансировать. И нарезаем на кубики. Складываем яблоки туда, где удобно нам будет перемешать все это с сахаром и прочим. Естественно, добавляем корицу. Она всегда хороша к яблокам. Примерно столовую ложку. Граммов 50 сахара. И немного ванильного сахара. Либо ванилина, опять-таки, для аромата. Все вместе перемешиваем. Я еще немножко добавлю муки, для того, чтобы лишняя влага, как бы, ну, держала себя в руках, скажем так. Можно то же самое сделать с крахмалом, добавить чуть-чуть крахмальчика. А, кстати, давай добавим чуть-чуть крахмальчика. Хорошая идея. Супер, начинка готова. Начинки у меня слегка больше по высоте, чем борта. Ну, это ладно. Уж доставать я точно начинку не собираюсь. И сверху все это засыпаем штрейзелем, той самой крошкой, которую мы откладывали. Теперь это чудо ждет духовка 180 градусов. Примерно 30-40 минут. В идеале еще больше. То есть, смотрите, через 30-40 минут пирог уже будет, в принципе, готов. Но он еще будет бледненький. И тесто будет чуть-чуть мягеньким. Мне нравится его немного передержать, чтобы тесто подрумянилось побольше. Поэтому я уберу минут на 45. Вниз в духовке циркуляция лучше включить. Вот и все. Яблочный штрейзель. О, как я люблю, чтобы он был потемнее. Ненавижу пироги. Серьезно. Знаете за что? За то, что когда их приготовил, им обязательно надо дать время, чтобы они подостыли прежде, чем есть. Это отвратительное свойство пирогов. Но, тем не менее, это обязательно нужно сделать. Поэтому даем ему остыть. Ну, хотя бы подостыть. И после этого уже можно наслаждаться. Ребята, ароматы на кухне просто бомбически. Советую повторять. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, все. Пробуем, что у нас получилось. Да получилось у нас все как надо получилось. Класс. И дно. Вот это вот основа прям идеально пропечено. Такой печенька-печенька. Идеально. Изумительно. Изумительно. Это, понимаете, это простейшее блюдо. Оно чуть-чуть сложнее шарлотки. Вот немножко сложнее шарлотки. Но, по большому счету, просто же готовится. Вкус феноменально классный. Прям действительно обалденное тесто получилось. Шикарная начинка. Не хочется останавливаться. Кисленькие яблоки. Которые не разварились прям в труху. Чувствуются еще немножко кусочки. Так, они не хрустят, но еще чувствуется, что это кусочки яблок. От души нарезанных Виталькой. Ой, блин. Слушайте, но, честно, это просто 5 с плюсом. Я, конечно, люблю то, что я готовлю. В основном, потому что я выбираю хорошие рецепты для вас. Но на этот раз я доволен с собой прям на 120%. Это очень круто. В общем, если обычно я вас как бы призываю повторять рецепты, то на этот раз, пожалуй, знаете что? Я вас просто принуждаю повторять рецепты. Это действительно фантастически вкусный пирог получился. Прям не рекомендую, а заставляю. Конечно, спасибо сегодняшнему нашему спонсору маслу Анкор. Друзья мои, новозеландское масло, которое отлично себя проявило. Прекрасное песочное тесто благодаря в том числе и маслу. Меня смотрит много кулинаров, поэтому, друзья мои, используйте. Для кремов форму держит. Не горчит вот при выпечке. То есть, ну, все, что нужно нам, любителям, что-нибудь поготовить. Да те же стейки. Вот любите стейки наверняка, да? Знаете, пожарил стейк и потом в маслице там с розмарином, с чесночком. И вот это все сливочным маслом поливаешь. Пожалуйста, ребята. Масло Анкор отлично. Серьезно, серьезно говорю. Кто из вас захочет побольше узнать о новозеландском масле, друзья мои, оставлю ссылку на канал Анкор Раша. Подписывайтесь и будьте в теме. И, конечно же, обязательно, обязательно повторяйте этот рецепт. Всего вам вкусного. Пока. Димон. Слушай, я тебе отвечаю. Вот ты сейчас поешь, и это, ну, наверное, лучший песочный пирог, который ты ел в своей жизни. Ты веришь мне? Конечно. Че ты не верь? Проверь. Бери тарелку, блин. Вилку и тарелку. Давай кофе нальем.